В начале 90-х годов, случайно, буквально проезжая на трамвае, я увидел эту колокольню, заинтересовался, и оказалось, что она старобрядческая. На колокольню в стиле модерн обращают внимание пассажиры всех проезжающих трамваев. Второй ярус украшен зубцами в форме ласточкиного хвоста, точно как на кремлёвской стене, а главки покрыты лемеховой черепицей. Но время беспощадно к этой красоте. Въездные ворота в имение купца Карасёва обращают нас к истории 17 века. В то время купцам старобрядствам принадлежало где-то около 50% всех финансов всей Российской империи. И поэтому каждая община старалась чем-то выделиться и строить самое лучшее, заказывались самые лучшие архитекторы, самые лучшие проекты. Выделиться получилось. Колокольня необычна, как и вся Бауманская улица. Напротив доходный дом в виде готического замка. Его выстроили за год до колокольни. В отличие от звонницы, он прекрасно сохранился. Оригинальный подъезд украшен витражами. Бауманская, это тогда ещё была за чертой самой Москвы. Это как бы было Подмосковье. Ещё со времён Алексея Тишайшего, отца Петра Первого, здесь разрешалось селиться иностранцам. Старобрядцы стали вне закона. И они по своему вероисповеданию были инославными. Им тоже разрешили компактно здесь селиться. Им не разрешалось строить церкви. И они молились на дому. Обвершалая колокольня церкви святой Екатерины, которая в народе называлась Карасёвская Маленная, принадлежала Николе Рогожской общине старообрядцев-беглопоповцев. Представьте, что быть она могла такой, как похожая колокольня, но большего масштаба на Рогожском валу. 80-метровая белокаменная колокольня всего на метр ниже знаменитого Ивана Великого. Она выстроена наподобие старинных столпообразных храмов с резными узорами. Фасад здания украшен рельефами райских птиц. Тем временем от старой звонницы на Бауманской осталось одно основание. На табличке указано, что это объект культурного наследия города Москвы и подлежит государственной охране. Но старообрядцам ремонтировать здание не давали. Не занимался им и сам город. Долгое время она находилась в собственности города Москвы, но конкретный пользователь объекта не был определен, в связи с чем и работы не проводились. В собственность русской древле православной церкви колокольню передали совсем недавно, в середине марта этого года. Вступив в права, община приняла на себя обязательство отреставрировать храм. Включая согласование, на работу уйдет около трех лет. Но главное дело вокруг этой частички, уходящей Москвы, сдвинулось с мертвой точки. Теперь остается надеяться, что колокольню удастся спасти. Федор Казанцев, Анатолий Харламов, Евгений Борзых. Новости 360.